и всем привет мои дорогие друзья подписчики и зрители моего канала меня зовут александр я продолжаю играть в арксур повел его out все также на официал очках и также не полю свой сервер глупо было бы полить да я думаю на пвп то сервере а вот собственно это уже не знаю какой день моего выживания как видите домик мой пока что все еще целенький я здесь сделал дополнительную защиту как видите поставил дверь еще одну сюда могу скинуть я хочу скинуть откройся ты вот сделал маленькую систему защиты ну как типа защиты и и и и и дай короче пошло конечно стоит немножко пока что неудачно но все же вот что за система защиты как видите я обнес свою лутовую еще дополнительными стенками вот и у меня сейчас там двойная стена с этой стороны у меня не двойная стена у меня стоит рампа но это короче такой себе идиотизм в целом до базу нужно переносить также еще что я хотел бы сказать сейчас идет и верда серия выходит задержка но ивенты как видите я уже лутаю не по 4 и по 2 а по 8 и по 4 соответственно металл я точно так же лутал по 4 вместо 2 единиц это было офигенно я просто заразно утол 20 металла во-первых шанс увеличился на вот 20 металла на утол и это 10 слитков плюс у меня 2 2 2 руды было это 11 слитков это просто офигенно учитывая что я залутал с обычного говна всякого это просто здорово так мясо чуть-чуть вот тихонечку потихонечку полегонечку все подготавливаю кстати да у меня сегодня на все это дело переночевала вот и как видите все целое но здесь была такая фигня то что мы запускали запускали обновлением 260 и поэтому сервер немножечко был недоступен на энное время что сделали в обновлении я вам не скажу потому что я не разбирался я так мимо мимо летом просмотрел как улице и на том хватит а вот такие вот дела давай вот так лучше заберу вот толпа скина и хавку то что скину нафиг все это дело пускай эти вроде я больше собирал над отлично а теперь закидываю туда по максимуму так вот так вот что я же правильно кнопку жмали и на ты же перекидал он все правильно чем до этого не перекидал вот суть то дело в чем как вы я думаю поняли из названия либо не поняли и не знаю задумка то у меня название 1 а вот как поплет еще пока что не знаю суть ты в чем я изучил себе сначала пистолета оказывается я уже мог винтовку изучать у меня уже 36 лаву я изучил себе пистолет кстати да теперь название ремесло это прикольно если честно вот я могу создать длинную винтовку могу создать снайперский прицел патроны пули для простой винтовки ну для начала я изучил пистолет и пули к нему а потом когда залез в инграмму я только смотрю на какой на 35 его что ли да вот 35 смотрю длинная винтовка к окей и чипоник 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 все я изучил так сказать недолго думаю вот поэтому как бы здесь уже начнет хитин развиваться кстати стекло для саблезуба изменили самого из саблезуба изменили какие-то звуки изменили еще что то там короче по мелочи поизменяли некоторые как я понял не по мелочи что-то изменили типа было какое-то ограничение на тоником низи я его убрали как я понял это ограничение вот без понятия о чем это я еще сказал насчет тоника потому что я как с этим то не сталкивался ни разу но суть такая что же я хочу сделать ну конечно же до вооружение это здорово но у меня всего 33 металла как вы понимаете мне не хватает даже для пистолета а еще каждый патрон каждый два патрона требует два стритка металла поэтому я недолго думаю решил не просто сгонять на другой сервер и добыть там металл но и построить там базу да я решил построить там базу на вот и на каком-нибудь из серверов на каком еще пока не знаю да и мне в целом пофигу главное чтоб а можно было жить так сказать и чтобы все было хорошо пойду я на карту на за центр сразу вам скажу так сказать открою секрет тайну пойду на карту за центр кстати надо хавку взять с собой так как я уже говорил на стриме на за центре можно сразу же добыть в одном месте и металл и кристалл если там ни один не застроился вот но лично я бы этого давно бы зародил бы сразу же если бы этот козел бы такого додумался бы построить сама вот поэтому как бы так бы все так что я хочу сделать я хочу построиться там построиться обустроиться я бы так сказал то есть построить маленькая зданица где я смогу всегда респондутся на кровати который у меня где-то тут должна лежать ею найти не могу вот она металл долбаный вот и уже от этого как-то плясать то есть я уже смогу конечно же нужно будет построиться в желательно были случая чтоб я еще мог по-быстрому перемещаться но как получится как получится получится там будет видно вот что для начала для начала мне нужно дождаться дождаться когда появится какой-нибудь из лучей здесь недалеко от меня а за этот период я думаю поглутать немножечко ресурсов побегать полутаться хотя бы камешка подбывать да с деревом пока у хорошие рейты но вот пожалуй сейчас покажу вам то есть вот опаньки 1216 я считаю это здорово это реально здорово с одного дерева добывать по столько на официалку то есть пол стака сразу же с одного дерева на официалке это здорово два дерева ровно причем стак получался до ровно ровно до 48 52 вот есть что это здорово и спасибо разработчикам есть не ошибаюсь до 5 июля там вроде было написано ивент идет 2x на все давление приручение рост и все в таком духе то есть ну где это называет 2x на все вот поэтому как бы все вполне неплохо учу ждем подождем лучи и сгоняем на другой сервер я сейчас открыл карту и карту немного видоизменили во первых видите на руки как сделались карта изменилась и да я тут сейчас вспомнил изменили так помните да типа если в маскировочных перчатках возьмешь карту то перчатки протыкали карту это исправили это здорово а вот в общем да думаю что мне делать там в раздумьях короче пока что решил немного поплавать все-таки здесь я видел лучи чаще спавнятся и так далее посмотрим в общем в погрузе возгрузился полностью всем нужным так сказать то есть у меня там заготовка домик 2 на 2 один этаж высота и инструменты то есть на тот случай если я увижу луч который очень далеко блин ладно мне тут явно не нужен то я сразу же хватаю все монатки и полетел что тип того ну и заодно посмотреть что здесь как здесь ты в целом потому что не помню чтоб я здесь вообще в целом бегал вот так как видите я очень далеко плыву хотя был наверно смысл вниз сплавать но огромнейший я бы даже так сказал количество плотов и сейчас напрягает но стабильно 30 fps вот смотрю на берег стабильно 30 fps смотрю на воду на эти кучи саных плотов полтинник вот такие вот делам счет тут какой-то галяк однако это обратно в общем плавал плавал непонятно зачем луч у меня намного ближе к дому и заспавнился я пока сказал практически к дому если в одни к дому зачем хотя посмотрел что там да как там а то мне было как-то интересно вот смотрите уже практически приземлился как бы его не злутали он бы не исчез поэтому нужно будет поскорее возгрузится всем и вперед вперед к приключениям и я даже так сказал ну все бегу бегу на берегу сейчас меткам покажу вам вот мой набор не разглядели поставим перемотать чуть-чуть его ставьте на паузу ну как я уже сказал домик 2 на по 1 высота и ну порядка дело двери и все труды и набор инструментов вы увидите на панели очки видите вы его они это поразово всего лишь на всего ху господи бегу лечу ранее колдах вот так вот в прямом смысле слова а здесь тоже много построек а вот и старая добрая карта за центр время почти четыре часа ночи немного не вижу смысла здесь пока что справиться есть конечно смысл построиться здесь но шанс что вынесут очень большой и вот здесь шансов меньше но здесь и перемещаться будет сложнее так как лучи спавнится не всегда такая вот дилемма ну времечко то есть подождать поэтому я немножечко все же подумай как же все таки лучше сделать и сидел подумал что-то считаю читаю там easy medium hard и читаю с ноу а ведь по факту если у меня будет каменные построечки с собой я же могу и в зиме только не здесь а вот здесь что за спавнится там-то лучи сравнительно часто спавнится их несколько штук сравнительно вот и тут я немножко призадумался а правильно ли что я сейчас решил бежать куда-то даже интересно я снова думать все короче решил спавнись на изи локации спавнись на подходе близится уже к утру так что погнали и идея идея да нифига не подкова я это прямо ощущаю что это нифига не подкова черт побери какие обожаю спавна центре вы бы знали ох как я обожаю спавна центре не спрашивайте что это такое сейчас было сам очка ну просто до жути как и самое главное так и не понял что это было ага наверное какая-то из этих фигни мне там полянуло наверное я думал все пересрался чутка ну ладно а я обожаю это дождь и эта молния обожаю просто извините дух перехватила четко от этой фигни из-за которой я чутка очканул светло светло просто на жути как светло кстати я до сих пор не знаю что это за свечение в лесах но это помогает это прям конкретно помогает вот сейчас я еще бегу и думаю о чем не делать то чем не делать и заспавнился не там где нужно проблема давать животных и строить плод и на плату уже по путешествует посмотреть где что ну да а здесь делать изначально такую лачугу маленькую построить так чтобы было где хотя приспаться как один из вариантов почему бы и нет кстати очень-очень здорово лава лапается просто на ура и у меня уже 38 лава это означает гранаты но почти 38 лава там я копейка осталось а у меня 37 так что все здорово какая красивая молния было ух обожаю эту погоду в арке потому здесь холода не чувствуешь так ладно устроимся здесь раз уж на то пошло здесь заодно посмотрим здесь должна быть какая-то новая система постройки а точнее обозначение грубо говоря где перед ктизат а типа это она все понятно да теперь намного лучше видно где что как и как я ставлю есть я вставлю вот так ты вижу светло-зеленый то значит это внешка здорово да молодцы молодцы прямо разраба молодцы очень удобно без всякий стрелочек допустим в с плюс же стрелочки всякие а здесь без всяких стрелочек все как надо и без лишних заморочек опаньки все здорово ну и понятное дело есть нету разницы вверх-вниз то и разницы нету все вот такая маленькая холупа у меня есть и на том уже хорошо ставим здесь кровоточку вот и немножко поток от ресурсы для ящичка я это дерево обожаю 256 дерева с одного офигеть я и обожаю такие деревья если честно уже интересно сик войны которые огромные то с них сколько будет добываться полинешь волокон забыл собрать офигеть рейте это здорово кстати реально здоровский эффект сейчас я поставляю ящик и я от него кайфу от этого эффекта такой эффект сижу дождя нету вышел дождя тоже нету были такой эффект был травы просто выхожу дождь обратно захожу и все кого-то дождя нету просто тишина спокойствие все здорово блин это это здорово как они делают погоду классно 1 я собственно так убивать расчленять и так далее подхожу к лучу ну сделал плод путешествие похожу к лучу смотрю стоит сейф открываю сейф а здесь дворец от на компас не знаю чё к чему это конечно но сам на фионе фига существ у меня нету и данные я все выгрузил кстати напишите мне в комментариях чё за кнопка обновить инвентарь и чё на дает потому что ты я как-то и не понял чего на дает такие вот дела в общем сделал плод путешествую смотрю здесь как-то пусто сейчас в целом я выбрал сервер на котором вы очень маленький онлайн ну это не означает что есть постоянно маленького онлайн это означает лишь то что здесь на данный момент маленький онлайн к примеру на другой стороне земли на этом сервере просто все спят то играть на этом сервере так что не исключено вот либо там работа все дела 12 часов разница к примеру да с другой стороной земли поэтому как бы все возможно вот но сейчас хочу проверить вот этот островочек побегать здесь и посмотреть что же здесь меня будет ожидать от серверов но ладно прикалывать связи сила филами долбаный здесь что-то я смотрю уже какая-то суматоха то началась и паразавры бегают как сумма чечи блин и оба никаких не завалится вот и топи жара тоже задриснула но в целом в целом в целом я вижу что здесь что-то как-то пустовато это хорошо но я хочу добежать до металлические руды собственно я все выложил да ладно он огражденный что ли твою мать это было неожиданно и то а теперь понятно почему здесь так было все весело я шучка ну конкретно прям ну как говорится лучка лучом а вот посмотреть как здесь с металлом нужно давайте все таки загоняем посмотрим как здесь металлом построился кто или нет это мне самое главное конечно же чтобы там вместо на месторождении металла никто не построился пофигу я могу и на плоту куда-сюда плавать я без заморочек в этом плане я могу и потратить немного времени но опять-таки же здесь я уже буду точно сто процентов знать я всегда да буду то что мне нужно вот конечно мало близко к постройке не подходить ну еще конечно можно попробовать где-нибудь здесь построиться какой-нибудь маленькую халупу но 100 пациентов и и бомбанет сразу же это чувак его сразу же бомбанута я так сказал трайп этот бомбанет потому что увидели там чё я не успел увидеть но то что я успел увидеть этого было достаточно чтобы понять или я в соло точно не смогу бомбануть такую базу так ну что я вижу тима темущее металлом кристаллы собственно что мне нужно конечно обсидианчик жаль тут нету но это означает лишь одно здесь чувак следит за этим островом прям конкретно и не дает здесь строится людям мне конечно это ему респект огромный это не спорю потому что дебилов и богу полно и людей которые строятся на ресурсах думал я типа щас буду носить тебе ресурсы прям дом очень много и суть в том что они даже не понимают о том что что они делают ошибку них просто ресурсы больше не будет я хочу пойти краю и может быть краем глаза хотя бы как-нибудь увидеть вообще смеет бумаги стрекоз долго на заглушек и кстати я хочу сейчас из животных притомить попробовать лягуху да я реально хочу лягуху притомить потому что я посмотрел лягуха прикольно особенно для уфа лягуха будет очень даже полезным животным так ясненько как это все сделано здесь вот то все ограждено если я сейчас встану нет я еще жив отлично ну в целом да тут конкретно чуваки застроились и это хорошо не дадут закосячить вот это вот райское местечко но я хочу сгонять на другой остров смотреть что там и да если чё это я все делаю ради того чтобы наконец-таки иметь у себя нужное количество металла и наконец-то построить оружие и не только оружие кстати пока я тут бегал пока туда все это дело это не то или уже 39 прикиньте я такой вкачивал левел скорость передвижения только смотрю я еще могу вкачать я уже 38 я 39 а вот это уже здорово 38 левел от означает я могу сделать седло птернодона и гранаты у меня появляется а гранаты это конечно же рейды рейды гранатами рейды каменных построек это просто кайф если уж на то пошла опять-таки же этот островочек как видите снова здесь до спавнялся луч и я могу по идее построиться здесь оки цельчик летает а нет жарко тоже вполне такая неплохая будет идея здесь именно построиться тем более есть сейф и загрузить не так она не канает пока что здесь нас пусто от труси верстак и грядка но кто-то сомневался ладно о прикольно красота она погнали на подкову там все равно мы будет поинтереснее полегче еще либо построить кстати хотел немножечко сказать по характеристикам когда включая записи без записи у меня загрузка процессора 53 процента включая запись сразу становится сотка это насчет того из-за чего лагает на серверах из-за чего дерьмовая графика из-за чего лагает на стримах и на записи у меня и из-за этого мне приходится ставить дерьмовую графику но фпс полтинник а вот загружку загрузка оперативки на таком мало заселенном сервере то есть здесь как видите мало построек и так далее всего лишь 53 процента все четыре вот сейчас 54 чоку до этого когда я только начинал было 50 она туда-сюда варьируется суть в чем у меня просто спрашивали типа а че такое дерьмовая графика для записи компьютер поменять конечно я могу сказать чувак давай окей покупая компьютер это поменяю нормально графику снимать но в целом я сказал то что смысл составить максимальную графику если все равно потом траву и уберу так как она мне мешает единственное что я пожалуй изменю это дальность прорисовку прорисовки ну и качество объектов все но без записи я могу это спокойно установить и так хотя у меня видеокарта и так далее все не сильно мощные так что порой не понимают чего люди гонятся за графу ним если вполне достаточно того что у вас есть ну ладно это уже проблема людей я так сказал да стал я подплывать к озеру острову и увидел вот такую просто огромнейшую постройку и мне пришла одна мысль в голову да ну и все в баню пошел я обратно к своему домику буду приплывать на плоту туда лутаться и обратно кстати вот он пожалуйста луч можно там где-нибудь построиться попробовать к слушай а там можно же построить лучше довольно таки часто спавница хотя не лучше там и оставлю свою постройку на такая маленькая неприметная а мне по факту нужно от этого домика чтоб у меня там кровать осталась целехонькая так что ой я за металлом короче мне если честно повезло то то что появился здесь луч и первые данные я решил сохранить их то есть ну записать как данные только что-то компики по налетели на меня мелкие твари что фасуры да вот еще я посмотрел тридцать девятый левел тридцать девятый левел открывает дробовики до здорово вот как видите вот они данные 150 металла я туда загрузил так что все здорово можно побежать и пока есть луч можно будет удастся все это дело выгружать также я построил себе плот точнее строил себе плот поставил там кровать два ящика костер печка в общем там целый дом конечно деревянный но не суть конечно можно перевелать это все в камень и возможно я это переделаю если все нормально будет вот ну а пока что и так вполне нормально проблем конечно с обезбоживанием и нужно будет бутылку все таки себе состряпать но как бы такие вот дела металл добывается в большом количестве это здорово но к сожалению веса категорически мало и максимум что могу утащить это 150 металла но чтоб я могу бегать еще при этом по нормальному вот такие вот дилема маленькой камень сразу же выбрасываю чтобы нафиг он мне не хламился вот 144 и вот так вот теперь это выбрасываем мы перегружены и все я могу дальше бежать но я хочу жрать я хочу пить и в этом-то и вся проблема сейчас нужно подбывать немножко немножечко ресурсов но 150 уже слитков металла у меня есть если я сейчас все это донесу и выгружу так что все просто замечательно вот мой мини танк как видите когда я плыву я нахожусь внутри то есть поставлены фундамент именно так залазить я могу залезть за сесть на плот и могу как изнутри так и зацепиться вот за эти бревнышки то есть прыгнула сетку нажал боковку е и я уже внутри дома если я вылазил с плота то нахожусь сразу же внутри здесь вот у меня стоит костер который жарит мясцо шить и здесь у меня печка так что с этим все замечательно как видите мы немножечко есть ресурсов на который позволяет мне так сказать делать то что мне нужно ну а лё блин стакаться нормально будешь нет вот и о чем бы ты не переместился полностью она по фигу и а кстати да вот маска оборотня скин я спер там турпешника валялся и гляжу просто спящий я у него взял этот скин прикольный фигня короче всяко держит здесь у меня вот такой подъем и вот собственно про что я говорил с придем сюда и опеньки и уже внутри то есть я могу как сбоку залезть так изнутри залезть сзади кстати не знаю могу ли я залезть или нет изнутри дома залезть не могу приходится обязательно вы лазить а это уже немножечко проблемы если честно проблема дилемма как видите синий луч здесь появился я просто решил надо сюда перебазироваться я думаю здесь будет легче хочу с собой взять немножечко металла и переплавить металл то есть чтобы он был сразу же со мной в качестве слитков такие выдела собственно очень выгодное местечко оказалось выгоднее чем я думал вот и подъем и он на вода а там мой плод стоит избежать здесь вообще фигня лутается металл вполне неплохо и вот они тут жилки идут там где-то за поворотом можно уйти уже вилка и нет комбик говно на реально мелкое говно вот собственно из-за чего я и поставил печку металла я могу допустим унести 150 ну смысл себе на сервер но если я уже сразу перетащу слитками я смогу перенести уже 300 металла ну 150 слитков слитки они один к одному металл один к одному поэтому как бы есть смысл все это дело пережарить и уже в качестве слитков утащить все это дело все пока что здорово так что у нас здесь это можно здесь и оставить есть в мире зарядиться значит все будет просто здорово и все останется так как есть ну вот собственно и все ой я по ходу дела прыгнуть не смогу да загрузился по полной не знаю зачем вот ну и загрузился по полной а вот это могу залезть здесь у меня 450 металлические руды и как видите кстати вот седло на галим галим макаре мимо господи на галиме седло добыл и еще достал и вот собственно загрузился всем что было металл немножко переплавил и немножко с собой руды возьму все осталось только переместиться и все будет просто здорово здесь конечно всякий шлак существ как видите опять все еще нету ну вот собственно и все возвращаясь я на свою карту и квите вот мимо и кроват очки стоят все просто замечательно спал на выжившему и где я рискнусь надо плод переименовать блин кровати переименовать плод плод окей плод и тени давай не плод переименуем а нет вот типа на воде стоит и оп видите вторая кровать да как я уже говорил их у меня две штуки вода теперь у меня их две штуки переименованных в воду так что все отлично все погнали отсюда как видите припарковался я прям в упор в свое время посмотрим зарыгали меня или нет потому что для вас это прошло полчаса а для меня два с половиной часа уже уже два с половиной часа прошло офигеть вот так что вот как то так то живем руду пока сюда закинул так вот это вот все мне не нужно этот пак метальчик а хватает отлично это туда скиндовать это сразу же затестим так неплохо неплохо и борода в тему конкретный прям викинг здорово уголь и деревяшка что мне нужно для этого всего непотребства под названием пистолет слиток металла есть кожа дерево ну и конечно же порох для патронов дерево кожа и порох для патронов вот чего мне нужен пистолет ну во первых чтобы защищаться на во вторых чтобы обороняться защищаться от диких животных и оборониться от людей вот в дальнейшем у меня есть задумка сделать третий этаж а именно балкон то есть просто будет подъем где-нибудь наверх и там уже будет выход на балкон непосредственно вот я подумал как это лучше сделать и уже все будет хорошо 6 и все переход на оружие готово вот такие вот дела так что все просто великолепно и замечательно вот собственно на этом уже точно стоит заканчивать мою мою эпопею сейчас у меня пол второго ночи вот поэтому как бы я думаю на сегодня лично мне точно хватит и серия довольно таки затянулся вот сравнительно затянулась поэтому говорится всем спасибо за просмотр вот не забывать подписываться на канал ставить лайки комментировать ну и конечно же делиться моими видео со своими друзьями на этом все всем удачи всем пока всем счастливо и добра всем пока Субтитры создавал DimaTorzok